Подтрымка семьи, батьковства, дятинства застаются консолидующей идеей, проритетным напрямкам всех структур областной организации Белорусского Союза Жанчин. Его представницы активны в дельнице всех громадско-политических процессов, социальных проектов, региональных инициатив. Меркование и пропоновые о таких из-за час проведения диалоговых плясовок в рамках подрыхтуки до 6-го Всебелорусского народного схода было вылучено 115, находятся для устрывания в концепциях и проектах организации будут уличены при плановании наступных акций. До слова Сюлета, громадское объединение БСЖ Гродинщины означает 30 годов утворения. Вообще, брендом Республики Беларусь должна стать многодетная, успешная семья. Кстати, в программе социально-экономического развития, которую мы примем на следующую пятилетку, на Всебелорусском народном собрании, куда наши женщины тоже избраны и составляют, если брать делегацию Гродинской области, 32% от всех участников Всебелорусского народного собрания, где все уважают друг друга, где все достойны зваться хорошим именем папа, мама, хороший ребенок. Поэтому, наверное, лучшего бренда для Республики Беларусь я бы не нашла. Счастливая семья – это и есть бренд Республики Беларусь. Ну, наверное, все знают наш замечательный конкурс и тоже единственный в стране. Это хозяйка усадьбы, хозяйка страны. С 2009 года мы этот проект реализуем. Уже больше тысячи женщин поучаствовали в этом проекте, представляя свои замечательные приусадебные участки. И я думаю, что чем краше будет каждый дом, каждый маленький кусочек у наших хозяек, тем краше будет наша Республика Беларусь. Есть очень интересный проект у Беларусского союза женщин. Он называется «Мой край – цветущий сад». Вам хочу сказать, что за 4 года нами высажено более 80 аллей. Только в этом году, причем именных аллей – это в честь известных женщин, ветеранов Великой Отечественной войны, заслуженных женщин, тех, которых знает в каждом уголке нашей большой Родины и населенных пунктах. Наверное, следует еще сказать, что только в этом году появились 22 аллеи, которые мы назвали «За Беларусь», «За мир», «За спокойствие». В этот год объявлен президентом Республики Беларусь годом народного согласия. Конечно, Белорусский союз женщин, который единственная наша организация, работает по программе, и она называется удивительно. Программа называется так – «За мир не только на земле, а в каждом доме и семье». Больше всего женщину очень волновали те события, которые происходили в августе, и участие в этих событиях детей и женщин. Это всегда такой больной вопрос для каждой мамы. Поэтому были очень жесткие высказывания по поводу того, чтобы ужесточить требования к родителям, которые используют детей в своих политических целях. А так, собственно, очень много идей, связанных с социальной защитой наших мам. Предложения были такого плана, связанные с дополнительным днем для мам, стимулирования тех женщин, которые продвигают идеи женского движения, соответственно, а в основе женского движения что лежит? Это работа с семьей, в первую очередь, потому что, я уже говорила, что это бренд семьи, но и не только бренд семьи. Семья – это еще и основа государства. Это своеобразный барометр. Если что-то происходит в семье, значит, что-то не так в государстве. Поэтому эти вещи очень главные, и в основном они касались вот этих направлений – семья, материнство, детство. Ну и такое перспективное направление, я бы сказала, в нашем женском движении – это отцовство. Сегодня статистика такова, что наши папы не очень хотят заниматься воспитанием детей. Я не буду здесь прямолинейно констатировать этот факт, но об этом говорят статистические данные. Поэтому на эту пятилетку мы будем продвигать такое направление, которое будет называться «Успешное отцовство». То есть обязательно привлечем пап к женскому движению, ну, собственно, к воспитанию семьи, и планируем в свой 30-летний юбилей, который состоится 30 декабря, провести большое, первое, республиканский такой форум успешных отцов и матерей, то есть успешных родителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова